Корыстные веды этим летом набыли школьники Смолевицкого района. Я не первый в Украине, кто практикует органичное землеробство, научились самостоятельно выращивать экологично чистую городину, бульбу, огурки, томаты и зеленину. За полтора года собрали маль 7 тонн корыстного рожая. Подробя изняли Александр Драгун. Отпочинок у этим лагеря на кшталт вязкового у бабули. Больше за 10 лет в учебный центр зеленого окрыжа приезжают дети, молодые люди и семейные пары по экологичной адукации. Колисти на одной из измен познайомились батьки Кирилла и Ваня Юнгинных. Зараз у семьи шастера детей, с которыми протягивают традицию отпочинку на грядках. Мульчу делали для растений, для помидоров. Это когда на грядках растут помидоры и их обкладывают соломой, для того, чтобы сохранять на земле влагу и чтобы сорняки не прорастали. Не для вопытных фермеров, а для дошколят и учнях почали выкладать зеленую грамоту. На практице школьники со Смолявицкого района, першими в Украине, доследуют основы органичного землеробства. Сейчас с вами будем закладывать компост в трехсекционном компостере. Нам нужны материалы, которые мы с вами собрали. Это навоз, это солома, это у нас есть растения из сорняки, и также есть картофельные очистки и земля. За полтора года инициатива выросла до трех демонстрационных пляцовок. Две из них прожилися на участках для школ Смолявицкого района. Как к проекту пригласили две местные школы, Воротовскую и Драчковскую школу, и таким образом у нас сформировался проект. Здесь мы хотим показать не только технологии, приемы, но и различные культуры, потому что многие культуры ушли из нашего потребления, а мы хотим эти культуры возродить. Спочатку на земле в учебного центра вросчевыць экологично чистая бульбу, огурки, томаты, зеленину. Затым поспеховый приклад реализовыць на пришкольных участках. Ураджаедзеут им лику на харчаване школьников, безумовно, пасля контролю санстанцией. Здесь на площадке именно Белорусского зеленого креста еще будут установлены солнечные панели, то есть это возобновляемая энергетика, которая обеспечивает энергию на сегодняшний день практически полностью все вот эти корпуса. За период зеленой инициативы на трех пляцоках собрали амаль 7 тонн Городнины. У планах отрымливать экзотичный ураджай тропичных культур. Это двухузровневая побудова сонечной биовегетары. Теплица на 2 метра находится под землей, а ли разумные технологии дозволяют подрымливать тут тропичный климат на протягу года. У оазиса два десятки экзотичных рослин. Гранат, авокадо, инжир, киви, одных лимонов, только 10 гатунков. Есть экспериментальная пляцовка. Специалисты доследуют, как уплывают на якость и ураджайность суседства разных рослин. У приватности сбоживых. Экспериментуют так само с системой полива. По периметру проложена основная централь, от которой на каждую культуру отходит своя вельт. Здесь есть несколько систем. Это капельная лента и капельный полив непосредственно, который подходит каждому растению. За час основания инициативы распрацовали шесть вучебных программ по зеленой сельской господарце. Зараз яны активно выкарыстовываются и по замежам центральных регионов. На практице с органичным землеробством познаемелься больше за сотню школьников только со Смолявицкого района. Александра Драгуна, Николай Рузавин. Агентство Телиновин.